Так, Ежа. Какими контраргументами разразить демократов в споре про монархию? В частности, о закрытости социальных лифтов последней, консервировании правящей верхушки, вседозволенности монарха и так далее. Может быть, подскажете в рамках российской специфики, будучи монархистом, крайне критически настроен к РФ? Ну, слушай, во-первых, я не монархист, поэтому защищать монархию это немножко не формат для меня в целом. Но что здесь можно сказать? Что, в принципе, все те аргументы, которые противники монархии используют против монархии, можно этот же самый набор аргументов использовать против демократии. То есть, вы не хотите одного диктатора, вы не хотите одного монарха, вы не хотите одного деспота, но вы почему-то хотите 140 миллионов деспотов, 140 миллионов монархов и 140 миллионов диктаторов. Какой, блядь, в этом смысл? Да, то есть, понятно, что монархи могут быть хорошими и плохими, глупыми и умными, но толпа не бывает хорошей, толпа не бывает умной. Вот в чем дело. Во-первых. Во-вторых, можно просто посмотреть на такой эмпирический факт, как статистику современных государств и провести корреляцию между уровнем жизни и политическим устройством. То есть, очень многие монархические страны в современном мире, они живут как раз хорошо. Причем, это монархические режимы в спектре от, допустим, парламентской какой-нибудь монархии, там, где монарх имеет чисто какие-то такие декоративные функции выполняет и заканчивая совершенно абсолютистскими какими-то режимами, там, Ближнего Востока или там Султанат Бруней какой-нибудь. Вот. То есть, дело в том, что в очень многих монархических режимах люди просто живут лучше, богаче, чем при республиканских формах правления. Вот. Потому что наличие монархии, монарха и аристократии в стране, это определенная гарантия правам собственности. Потому что, если в твоей стране, там, не знаю, повесили, блядь, или отрубили голову монарха, монарху, лишив его всего имущества, там, титулов, званий и так далее, то с обычным смертным, да, там, с рядовым подданным или рядовым гражданином, тем более, может, эта новая революционная власть сделать все, что угодно. Вот. Поэтому наличие монарха – это гарантия прав собственности определенная. Ну, как-то так. Вот. Вот тебе надо. Это то, что только навскидку, да, можно придумать на самом деле. Ну, и кроме того вообще, почему мы обязаны противопоставлять демократию и монархию как таковую в аспекте того, что у нас, в принципе, может быть и монарх, и какие-то функции он может выполнять. И вместе с тем могут быть определенные демократические институты, например, парламент, там, премьер-министр и так далее. Как это существует в странах британского содружества или, например, в Швеции какой-нибудь, где у них и демократия, и король Густав. Да, возвращаясь к монархии, то есть страны британского содружества, да, это монархия. Там, не знаю, Малайская федерация – это тоже монархия. Более того, это федерация монархии, потому что большинство штатов Малайзии, Малайской федерации, они также управляются султанами. То есть это наследственная аристократия. При этом в Малайзии подушевое ВВП ненамного, да, там, на один пункт буквально, но выше, чем в Российской Федерации, например. Вот. Или там, например, можно сравнить Малайзию с… или султанат Бурней сравнить с Филиппинами. Вот Филиппины – это республика. Нищета, голод, пиздец, проституция. Малайзия. Все хорошо. Высокие зарплаты, очень-очень все замечательно. То есть, ну, просто то, что монархия – это какая-то устаревшая форма правления, архаичная, неправильная, несправедливая, это просто стереотип, который придумали квази-прогрессивисты. Которые на самом деле не являются прогрессивистами, потому что выступают за наиболее регрессивные, наиболее примитивные формы общества. А как раз монархия, монархическая форма правления, она сопутствует, во-первых, там, большую часть, сопутствует большинству обществ в большую часть человеческой истории. И именно в те периоды, когда происходили, там, допустим, промышленные революции, научно-технические революции, они происходили как раз вот в тех странах исторических, где была такая, значит, монархическая форма правления, скажем так. И развитие государственных институтов, оно тоже в рамках монархии происходило. А республиканская форма правления, это, во-первых, следствие катастрофы, следствие падения монархии, которая была до этого. Ну и, соответственно, республиканская форма правления носит, скорее, какой-то исключительный характер. То есть, допустим, там, преуспевающая демократия в США, это, грубо говоря, 200 лет. А при этом преуспевание монархической Великобритании, это значительно больший исторический период занимает, скажем так. Вот. Ну и, кроме того, как я уже сказал, даже в 21 веке мы можем найти преуспевающие страны, где вполне себе монархическая форма правления. Поэтому то, что в монархиях люди живут плохо, потому что социальные лифты закрыты, это просто неправда. Это можно просто проверить, просто факт-чекинг провести, и будет понятно, что это не так просто. Это стереотип. Заблуждение. Ложный стереотип. Так, ладно, вернемся к чату. С другой стороны, да, если мы противопоставляем монархическую и республиканскую форму правления, то да, мы можем сказать, что монархия это очень плохо, но при этом любая республика это всегда следствие катастрофы монархической формы правления. То есть это как бы некий этап последующей деградации. То есть то, что наступает после краха монархии. То есть как вот, например, республиканская форма правления в Россию пришла после 17-го года, после там серии революций, катастроф, мировой войны и так далее. То есть если при позднем Николае II там от голода уже никто не умирал, то в 20-м веке при республиканской форме правления от голода умерло 7 миллионов. А идея монархии не противоположна идее сильного местного самоуправления, потому что в монархиях по типу Российской империи было земское самоуправление. И в других монархических формах правления, например, в странах британского содружества, там тоже сильное местное самоуправление, но при этом у них монархия. Поэтому противопоставлять сильное местное самоуправление и монархию просто глупо, потому что это неуместно и это просто бессмысленно, скажем так. А по поводу того, что вот всю историю там была стабильность, потому что была монархия, потом 20-й век, хуяк революции, но зато сейчас там людей больше живет. Ну слушайте, у нас, как я уже сказал, в 20-м и в 21-м веке есть достаточное количество монархических стран, и при этом в этих монархических странах люди живут очень хорошо. И при этом у них есть местное самоуправление. То есть вы хотите сказать, что где-нибудь в Швеции нет местного самоуправления, или в странах британского содружества нет местного самоуправления, или в Малайской Федерации нет местного самоуправления, Ну, блядь, это не так просто. Это заблуждение. То есть можно привести очень длинный список монархических режимов, где есть местная, развитая система местного самоуправления. Поэтому опять еще один стереотип, что у нас либо монархия, либо местное самоуправление. Но это не так. Так, 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 так. Вернемся к чату, как я уже сказал. Пишут, смотря какой тип монархии. Ну да, но в вопросе донатера было про монархию вообще. То есть он не спрашивал про разные типы монархии. Он сказал про, в принципе, антагонизм между монархиями с одной стороны и демократической, там, республиканской формой правления с другой стороны. Ну, кстати, в 21 веке даже есть абсолютистские, монархистские, монархические режимы, где нету демократических институтов, и там все равно высокий уровень жизни. Какой смысл спорить о форме правления? Это же просто формальность. Не лучше ли спорить о режимах? Зависит от определения. Я буду как маргинал отвечать.